Вирус иммунодефицита человека, сокращенно ВИЧ, это ретровирус, который вызывает медленно прогрессирующее заболевание, ВИЧ-инфекцию. Вирус поражает клетки крови человека и подавляет иммунную систему. Это способствует развитию синдрома приобретенного дефицита или СПИДа. Организм теряет возможность защищаться от инфекций и возникают вторичные заболевания. Без врачебного вмешательства они вызывают смерть пациента в среднем через 10 лет после заражения. При попадании в организм распознает клетки иммунной системы и поражает в первую очередь клеточный иммунитет, так называемые CD4-лимфоциты. Всем известно, что иммунная система играет огромную роль в организме человека, что она оказывает барьерную, то есть защитную функцию в организме и с помощью иммунитета человек не заболевает различными инфекционными заболеваниями. И также иммунная система контролирует развитие и рост опухолевых клеток. В нашей республике за текущий год зарегистрировано 186 случаев ВИЧ-инфекции и 49 СПИДа. За этот же период зафиксировано 78 летальных исходов. Вирус иммунодефицита человека – заболевание серьезное и неизлечимое, но жить с ним можно. Главное – своевременное и правильное лечение. Наталья – равный консультант по ВИЧ-инфекции. Равный – значит, о проблеме знает не понаслышке. Я узнала о диагнозе 12 лет назад, сдала анализ, это был 2006 год, конец 2006-2007, в начале года я узнала. Но тогда еще не было лечения, и так это все трагично все было. На сегодняшний день все кардинально поменялось, и диагноз не считается смертельным. Просто хроническое заболевание, которое можно контролировать. Уберечься от вируса иммунодефицита можно. Важно следить за своим иммунитетом и половыми связями. Внимание нужно уделять и таким простым вещам, как поход к косметологу или стоматологу. Один из путей передачи ВИЧ-инфекции – кровь. Поэтому все, что соприкасается с вами, будь то маникюрные ножницы или инструменты врача, должны быть стерильны. И еще, помните, сдавать тест на ВИЧ необходимо хотя бы раз в год.